17 декабря у нас воды нет в колонках вообще. И вот люди, считайте, три улицы ходят по воду к сухому лову и носят воду. Сухой закон на улице Пионеров на Малом Мысу действует уже полгода. 256 жилых домов живут без воды, 4 водоразборные колонки и 2 пожарных гидранта пусты, а чаша людского терпения переполнена. Пожар, который случился недавно на соседней улице и уничтожил три жилых дома, еще больше распалил пламя народного гнева. Тут воспламенились не только те три дома, которые там сгорели, вот просто как на пшик. Судьбы человеческие сгорели, понимаете? Все, что было нажитое, это такой был ужас. Это такой был кошмар в 4 утра. Я такого пожара на своей памяти просто не помню. А если в довершение к этому добавить то, что у нас нет воды и ни один гидрант не работает, это не работало и там, и там, по этой же причине все горело, и здесь не один, ну и что будет? Они не хотят с нами разговаривать вообще. Я вчера полдня с ними и всяко, и матом их обкладывала, и всяко. Не хотят, совершенно не хотят. Вы что, тетя? Я говорю, я уже бабушка и прабабушка, я не могу без воды жить. Не хотят, они не хотят буквально с нами разговаривать. До Сидорова я так и не могла дозвониться. Председатель уличного комитета Лариса Садыриева начала атаку кабинетов чиновников в феврале. Те, в свою очередь, отбиваются ответными письмами. Документ, подписанный главой администрации, гласит, что данный участок водопровода на улице Пионеров не ремонтировался полвека. По причине частых аварий и обветшания труб чинить его бессмысленно. И в декабре улицу Пионеров просто отрезали от сети общего водоснабжения. Люди уверены, что чиновники не заинтересованы в решении вопроса. И это только нагнетает обстановку в обезвоженном районе. Пожароопасный период в самом разгаре, а в пожарных гидрантах, которые подсоединены к общему водопроводу, воды также нет. Дело на личный контроль взял депутат Думы и глава городского округа Константин Ильичев. На улице Пионеров проблема уже давнишняя с водой. Это нельзя говорить, что она возникла буквально вчера, и мы ее не смогли решить. Я еще раз говорю, она была отсроченная. Ее действительно здесь пытались решить разными способами. Вот один из способов было пробурено. Четыре скважины обустроены. Те скважины, за которыми наблюдали местные жители, сохраняли. Вот видите, она в прекрасном состоянии, она работает, люди пользуются. А две скважины, по информации от самих жителей, что они пришли в упадок, то есть их не сохранены. У действующих источников каждый день наблюдается ажиотаж. Представляете, что происходит на скважине? Я представляю. Она стоит и нормирует, потому что люди, им же вода нужна, но что такое фляга? Ведь это ж надо помывка, дети накормить, еще зверье какое-то на люди. Так вот, я поэтому и предлагаю. Она стоит и закрывает. Люди, у нас завтра, сегодня накроется этот насос, давайте по две фляги. Только она уехала в город. Люди забыли про все на свете. Там такое паломничество. С банками, с бидонами, по 10 фляг. Со всех соседей соберут. И кто что только может. ЖКХ во главе с нашим генеральным директором Сидором Пабищевым 30 июня, они дадут воду. Улица Пионеров не единственная, где на сегодня существуют проблемы с питьевой водой. По причине холодной и малоснежной зимы в этом году вышли из строя 14 колонок в частном секторе. К решению водной проблемы городские власти намерены подойти глобально, ограничить использование питьевой воды на полив огородов. Обязанность муниципалитета обеспечить питьевой режим, то есть питьевая вода должна быть доступна и в том количестве, которому необходимо. А для полива огорода, конечно, ее использовать просто нельзя. Во-первых, она хлорированная. Во-вторых, ее у нас в городе очень мало. Мы ее готовим. По водоводам она поступает с Истинского пруда, поэтому она получается очень дорогая для муниципалитета. И мы просто так ее выливать в землю, ну просто это нельзя. Сейчас администрация подготовлена положение по летнему водопроводу. Скоро оно будет подписано. Мы его будем внедрять уже в жизнь. Я вижу, что у нас 50 метров здесь находится пруд. И почему из пруда нельзя брать воду, как это делают у нас другие садоводческие товарищества. Организовались, протянули водопровод. Тем более, здесь уже вся разводка есть. Надо только в эту систему, тут сколько-то метров трубы, пробросить и подать воду. Строительство летних водопроводов, по мнению чиновников, должно разрешить проблемы со слабым напором воды в общей сети, в частности, в многоквартирных домах. Планируется создание кооперативов и товариществ, которые будут следить, чтобы питьевая вода в водопроводе не разбиралась на полив огородов. Перспективы, возможно, реальные, но далекие. Ситуацию с водой на улице Пионеров коммунальщики пообещали нам исправить в течение месяца. Ремонт, я понимаю, что он назрел давно, но мы не можем за раз отремонтировать весь город. Участок, на самом деле, по улице Пионеров достаточно проблемный. Мы провели, как сказать, дефектную комиссию, мы составили смету, определились с подрядчиком. Сумма работ там составляет 655 тысяч рублей. Будем проводить работы Екатеринбургской организации без траншейного способа, путем разрушения старого водовода, будем заводить туда новый водовод. До 30 июня водовод мы полностью восстановим, точно так же восстановим колонки. На улицу Пионеров мы обязательно наведаемся в июне, чтобы убедиться, что полугодовой период засухи на Маломысу завершился.